Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказки дядюшки Римуса. Братец-медведь и сестрица-легушка. Ну, ты расскажи мне, дядюшка Римус, пристал Джоэль, поймал потом медведь-братца-кролика. Все лицо старика прорезали веселые морщинки смеха. Глупости ты говоришь, сынок, не такой человек-братец-кролик. Вот медведь, тот опять попал в беду. Как же это было, дядюшка Римус? Братец-медведь бежал-бежал по дороге, видит, нет братца-кролика. Ну, постой же, сестрица-легушка, сказал братец-медведь, я тебе покажу, как людей обманывать, хоть через год, а попомню тебе это. Но не прошло и года, и месяца не прошло, и недели возвращался медведь из лесу, где искал медовых дупел. Глядь, на бережку у болотца сидит старая сестрица-легушка. Бросил братец-медведь свой топор, подошел к ней потихоньку, протянул лапу. Да как схватит сестрицу-легушку? Вот так. Прижал ее получше и говорит. Как поживаешь, сестрица-легушка? Как твои детки? У нас с тобой сегодня будет долгий разговор. Не знаю уж, когда увидят они тебя снова. А лягушка не знала, что ей сказать. Она не знала, в чем дело, и ничего не сказала. Сидит и молчит. А братец-медведь опять свое. Неужто забыла, как ты обманула меня насчет братца-кролика? Потешилась надо мной, сестрица-легушка. Теперь я над тобой потешусь. Тут лягушка испугалась и говорит. Чего это я тебе сделала, братец-медведь? Когда это я обманывала тебя? Братец-медведь рассмеялся. Ему хотелось потешиться над лягушкой. Нет, конечно, нет, сестрица-легушка. Ведь не ты же это выставила из воды голову и сказала мне, что братец-кролик только что пробежал. Ну, конечно, не ты. Ты в это время вовсе сидела дома со своими детками. Уж я не знаю, где он твой дом. Зато я знаю, где ты сейчас, сестрица-легушка. И еще я знаю, что больше никогда не придется тебе дурачить добрых соседей. Вот тут, у этой дороги. Конечно, лягушка не знала толком, что хочет с ней сделать братец-медведь. Но она поняла, что как-то ей нужно спасать свою жизнь. Да спасать поскорей, потому что братец-медведь уж начал щелкать зубами, и пена пошла у него изо рта. Вот лягушка и крикнула. Братец-медведь, отпусти меня на этот раз. Я никогда больше не буду. Отпусти меня, братец-медведь. Я за это покажу тебе самое жирное медовое дупло во всем лесу. А братец-медведь все щелкает зубами. Пена все течет у него изо рта. Сестрица-легушка снова кричит. Отпусти меня, братец-медведь. Я никогда, никогда больше не буду. Только раз, только раз отпусти. Но старый братец-медведь сказал, что ей все равно конец пришел, и стал уже думать, как расправиться с сестрицей-легушкой. Он знал, что ее не утопишь, а сжечь у него огня не было. Думал он, думал, вдруг лягушка перестала кричать и плакать, и говорит, «Если ты хочешь убить меня, братец-медведь, снеси меня к тому большому камню на краю пруда, чтобы я хоть в последний раз могла поглядеть на моих деток. А потом ты возьмешь свой топор и пришибешь меня на этом самом камне». Этот совет понравился братцу-медведю. И он согласился. Взял сестрицу-легушку за задние ноги и вскинул топор на плечо. Пошел, положил лягушку на камень. Она прикинулась, будто смотрит на своих деток. А братец-медведь постоял, постоял и взялся за топор. Поплевал на руки, размахнулся, как стукнет по камню. Блям! Но пока он подымал топор и опускал его, старая сестрица-легушка прыгнула в пруд. Кер-блинк, кер-блинк! Отплыла подальше и запела. Вот какую она пела песню. «Ингл-го-дженг! Ура! Ура! Ингл-го-дженг! Ура! Вот я и дома! Ура! Ура! Ингл-дженг! Ура!» «Это очень смешная песенка», — сказал мальчик. «Смешная, конечно», — ответил старик. «Потому что мы не понимаем полягушачьи. А если б мы понимали, может, она вовсе и не была бы смешная». Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok